Неужели в древности пришельцы действительно прилетали на Землю и даже оставили здесь потомство? Может ли быть, что они рассматривали нашу планету как будущую колонию или место для жизни? И можно ли основывать этот вывод лишь на одной находке? В Перу, в местечке Андаухай-Алиас, была обнаружена очень странная мумия. Исследователь и фотограф Евгений Гнесин специально поехал посмотреть на нее. В музее эта мумия преподносится как мумия ребенка, но ни форма головы, ни размера, ни пропорции, они вообще не говорят о чем-то таком, что это человек, что это ребенок человеческий или что это взрослый человек. Потому что вот эти все формы, они скорее похожи на классическое представление о гуманоидах, таких вот небольших человечках с большими головами и большими глазами. Над стендом, где выставлена мумия, есть фото с реконструкцией головы по форме черепа. Неизвестно, шутка это или нет, но тогда существо имело мало общего с человеком. Больше всего поражают огромные размеры головы по сравнению с телом. Первый раз, когда я его видел, мне это несколько так ужаснуло, потому что, если так брать пропорции обычной головы, то есть вот лицевая часть и, скажем, объем всей остальной головы где-то раза в три, наверное, больше, чем у обычного человека. От подбородка до темени 50 сантиметров. Столько же вся нижняя часть тела. Зубы у большеголовой мумии, как у взрослой особи. А вот темя, не заросшая, как у младенца. По мнению ученых, это могло быть обычное человеческое уродство, связанное с мутациями и заболеваниями. Разгадать научную загадку, возможно, получится после анализа ДНК. В провинциальных музеях Перу также есть древние черепа, форму которых невозможно объяснить только механическими изменениями. В маленьком музее в городе Ика, носящем название «Богатство Дейвы Марии», там были экспонаты в одной витрине невероятной длины черепа. Но среди них были черепа, форму которых, и это подтвердили мне эксперты, невозможно объяснить лишь искусственным удлинением. Они в два раза длиннее, чем обычные человеческие черепа. И это абсолютно исключает искусственное удлинение. Возможно, эти люди были крупнее нас. Доказательства существования гигантов с удлиненными головами можно считать убедительными. Но кто же они такие? Почему они были такими? Где находились их государства? Как они там жили? В поисках ответов снова стоит открыть древние книги. Там сказано, что эти существа строили величественные сооружения. Некоторые из них сохранились до наших дней. Британский Стоунхендж. Загадочное сооружение, составленное неизвестно как из многотонных камней. О его назначении спорят до сих пор. Лидирует версия, что святилище было древней обсерваторией. С помощью радиоуглеродного метода удалось получить новейшую, более точную датировку памятника. Оказалось, камни еще старше, чем было принято считать. Они были поставлены на равнине Солсбери. 2965 лет до нашей эры. Шотландский астроном Дункан Лунан сделал в Стоунхендже и вовсе невероятное открытие. Он вычислил, что камни стоят там, откуда периодически виден центр галактики. Это сооружение может использоваться как маяк. С появлением корректной даты появления Стоунхенджа, все встало на свои места. Увидеть галактический центр здесь невозможно. Его может увидеть кто-то, летящий сюда на космическом корабле с другой звезды, использующий галактические координаты для навигации. И такие точки могут помочь ему приземлиться в месте, где можно было бы по-прежнему пользоваться галактическими координатами. Дункан Лунан делает из всего этого сенсационный вывод. Стоунхендж на самом деле является обсерваторией. Однако, чтобы ею воспользоваться, необходимы знания, которые даже современная наука открыла не так давно. И самое главное, кем и для кого же строилась эта система ориентации? У нас появились косвенные доказательства посещения Земли некими существами, которые, по всей видимости, сначала приземлились в Стоунхенджи, а затем в Гизи. И отметили свое прибытие возведением построек. Считается, что одно из чудес света, знаменитые пирамиды в Гизи под Каиром были построены тремя фараонами 4500 лет назад, как гробницы. Самое большое сооружение называют пирамидой фараона Хеопса. Но некоторые египтологи считают, что все это неправда. Имя Хеопса связано с учетом столь многих знаний, что я скорее поверю, что они были высокотехнологичными сооружениями, чем могилами для упокоения царей. Более того, когда техническим специалистам попалась на глаза детальная схема египетских пирамид, они нашли там много знакомого. Почти так же выглядит чертеж современной рупорно-линзовой антенны. Сразу какая-то возникает аналогия с пирамидой, как рупорная антенна – это первое, что возникает. И форма, да, об этом говорит, и расположение внутренних элементов. То есть это точки фокусировки энергии. Это рупорная антенна, и в этих точках располагаются приемники, либо излучатели. Туда заходили жрецы вместе с фараоном. Фараон или какой-то верховный жрец, например, Урмао, ложился в саркофаг. Жрецы становились вокруг саркофага и начинали голосом издавать ноту. Одну из трех нот, входящих в аккорд собственной частоты земли – это фа диас-мажор. Пирамида начинала вибрировать. Мы сделали то же самое. Российские исследователи решили провести эксперимент в пирамиде Хеопса. В камеру царя принесли акустическую установку и измерительную аппаратуру. Поставили музыку, в частности, мантру Ом, 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 Ки. И начали наблюдать, что же будет происходить с человеком вот в этот момент. Как только зазвучала музыка, пирамида начала резонировать. У всех участников эксперимента возникло странное ощущение. Душный воздух стал свежим и наэлектризованным. И вот на 34-й минуте, когда пошла мантра Ом, Ки, вдруг в голове раздается голос. Мы вас услышали. Мой приятель аж вскочил. И вот голос говорит. Впервые за несколько тысяч лет вам удалось включить пирамиду. Вы все сделали правильно. Жаль, говорит, эта пирамида как и такой образ поступает, как Страдивари с пробитой декой. Но мы звук-то ее узнали. И я вдруг осознаю, что со мной говорит тот, кто общался с Хеопсом. Опа. То есть он до сих пор существует, этот некто. Не надейтесь, не думайте, что общение с вами продолжится. Нет, это разовая акция. Но с кем же могли общаться древние египтяне таким образом? Замечено, что с высоты птичьего полета расположение пирамид и храмов в Гизе повторяет схему созвездия Ориона. Учитывая, что египтяне его обожествляли, это не так уж удивительно. Вопрос в том, как древние люди могли так построить? Однако в соотношении звездного неба и его отражении на Земле есть небольшая погрешность. Английские исследователи Грэм Хэнкок и Роберт Бьюэлл решили, что раз пирамиды так математически идеальны, это не случайно. И действительно, компьютерное моделирование позволило им доказать, что Гиза отражает не современное звездное небо, а то, каким оно было раньше, 4500 лет назад. Можно проверить любую дату. Можно проверить дату 2000 лет до нашей эры. Можно проверить 10 тысяч лет до нашей эры, 5000 лет до нашей эры. Какую хочешь. И ты можешь настроить свой компьютер на эту дату и приказать ему рассчитать те, кто жил тогда. В то время можно создать виртуальное небо. Поэтому астрономия это очень-очень сильный инструмент нашего времени. Само по себе это не было открытием. Расчеты подтвердили датировку пирамид по вискарскому папирусу. Но Роберт Ювелл решил проверить, что покажет сфинкс. Геологи установили, что он вырезан прямо в скальной породе плато и представляет собой одно целое с фундаментом пирамид. Вероятно, и возведен с ними в одно время. Однако все оказалось намного интереснее. Сфинкс следит за точкой, где всходит солнце в день весеннего равнодействия. Благодаря сложному вращению земли, она смещается и проходит по созвездиям на горизонте. Еще их называют знаки зодиака. Ювелл и Ханкок предположили, что эта статуя сделана в виде льва, потому что в момент ее строительства на горизонте было созвездие льва. Однако дата, которую они получили, ошеломила 12500 лет назад. Это было шоком для всех. Согласно моему анализу, получалось, что сфинкс значительно старше, что его построили в 10500 году до нашей эры. Но ведь это на 8000 лет раньше, чем считают египтологи. Историк Эндрю Коллинз считает, что высокотехнологичное наследие древнего Египта как-то связано не только с созвездием Ориона. Он заметил, что древнеегипетская богиня справедливости Маат изображалась либо крылатой, либо с пером, украшающим ее головной убор. Рассуждая об этом, Эндрю Коллинз предположил, а что, если объекты на плата Гизы копируют не только Орион? Он наложил на карту пирамид схему другого созвездия, Северного Креста или Лебедя, и был поражен. Сходство практически идеальное, с одной, опять же, небольшой погрешностью. Я понял, что есть еще одна звезда, которая не была представлена пирамидой. Это как раз был Денеп, ярчайшая звезда, которая на небе отмечает вход в небесный мир. Когда я посмотрел на карте, я подумал, что, может быть, там есть какой-то вход в пещеру, которая существовала ранее, а сегодня не существует. И я открыл, что была гробница, о которой никто ничего не писал, и которая находится в углу плато Гизы. Созвездие Лебедя, по мнению древних, считалось входом в небесные чертоги, которые существовали в Млечном Пути. Но мало кто знает, что с этой фигурой звездного неба связана загадка, которая сегодня не дает покоя ученым. Лебедь — это источник так называемых космических крыс, субатомных частиц космической энергии. Космические лучи исходят из определенного источника в созвездии Лебедя, известного как Лебедь Х3. Это либо черная дыра, либо нейтронная звезда на орбите вокруг куда большей звезды. И периодически этот источник выпускает космические лучи или радиацию прямо в сторону нашей Солнечной системы. Они облучают нас постоянно, даже под землей. Может быть, они влияли на наших предков, которые спускались в глубокие пещеры для шаманских ритуалов и рисовали красивые изображения, которые мы находим по всему миру. Австрийский археолог Рейнхард Хабек нашел в наследии древнего Египта невероятные намеки на летательные аппараты. Его теория отталкивалась от назначения пирамид. Официальную версию о гробницах фараонов исследователь отмел сразу. А вот что было написано о пирамидах в древних текстах. Везде речь идет о священном камне египтян Бен-Бен. И этот камень, когда это читаешь, поражаешься до глубины души. Так вот, это такой сверкающий огнем пирамидальный камень, который попал на землю с неба, когда бог Солнца впервые ступил на землю. По версии Хабека, пирамиды – это имитация того, что видели древние люди. Своеобразный культ карго. Этот термин появился после Второй мировой войны, когда американские летчики создавали аэродромы-подскока на Тихоокеанских островах. Туда прилетали американские самолеты, из брюха которых изымали всевозможные грузы, оружие, боеприпасы, продовольствие и так далее. Аборигены видели это, но не поняли, что происходит. А когда по окончании войны американцы вывели свои базы, аборигены продолжали ухаживать за взлетно-посадочными полосами. Они сами начали делать самолеты из дерева и соломы. Конечно, не настоящие самолеты, а их имитацию. Культ карго – это имитирующее поведение. Технологически прогрессивное общество соприкасается с отсталым обществом, а то не в состоянии понять более развитую технику и начинает имитировать ее. Когда они улетели, аборигены молились на точные копии самолетов, чтобы белые боги с тушенкой и виски прибыли вновь. Точно так же могли поступить и древние египтяне, построив пирамиды. Существуют изображения, например, в археологическом музее Флоренции, где можно увидеть небесные комнаты. Так иногда называют пирамиды. Внутри обычно нарисован бог Солнца, приветственно поднявший руки. И все это напоминает фантастическую капсулу для космических путешествий. Доказательств нет, но когда читаешь тексты, то невольно кажется, что этот камень Бен-Бен мог летать. Эта поразительная гипотеза Рейнхарда Хаббека имеет странное подтверждение. В течение 2010 года над всей планетой впервые в истории наблюдали огромное НЛО в форме пирамиды. Первое свидетельство поступило из Москвы. И странный аппарат видели прямо над Кремлем. Объект появлялся дважды в течение суток и висел пару минут. Каждая его грань была около полутора километров. Спустя полгода такую же пирамиду наблюдали в Китае. Через три месяца похожие объекты фиксировали телекамеры над Южной Америкой. Потом НЛО пирамидальной формы видели в Испании, Англии, Франции и Японии. В конце года над Тайванем во время необычной грозы. Могли ли такие или похожие НЛО приземлиться в Древнем Египте? В египетской мифологии есть такой летающий объект, который называют Хорхут. Судя по всему, это такой дискообразный объект, который поднимался в небо. И дословно мог уничтожить бога Солнца с помощью, сегодня бы мы сказали, лазерного луча. Так описано. Огненное оружие богов. Эта технология напоминает завездные войны. Возможно, пирамида это не единственный намек на космофлот древних. Открытие пирамиды индейцев Майя, храма надписей в Поленке, шокировало научный мир. Там похоронен выдающийся император Майя Пакали. Саркофаг закрыт пятитонной плитой с великолепным рельефом. По мнению многих, на рисунке изображен пристегнутый к креслу пилот. В скафандре с дыхательным аппаратом рядом пульт управления космическим кораблем. Перед ним рычаги. Позади энергоустановка и сопла с реактивными струями. На этой надгробной плите в храме надписей в Поленке есть барельеф. Там изображен человек, сидящий словно на мотоцикле. Прямо перед носом у него находится какой-то прибор. Одна рука вверху нажимает на какую-то кнопку, а рука внизу крутит какое-то устройство. Он сидит в каком-то кресле, сзади которого видны языки пламени. Новейшее толкование этой картины гласит, что Пакаль мчится с Земли во Вселенную. Я считаю, что это близко к истине. Если мы возьмем, например, храм Мая Чеченеца, там есть четко запечатлены люди в скафандрах. То есть человек, при всей его богатой фантазии, никогда бы не смог нарисовать пришельца в наушниках, в очках, в скафандре с молнией, с застежкой молнии. И сзади у него был летательный аппарат. В Италии на территории долины Валькамоника на скалах и каменных глыбах сохранилось около 300 тысяч изображений. Дома, животные, люди и существа в костюмах, напоминающих космические. Эти фигуры кажутся парящими. Современный человек, взглянув на такую картинку, сразу скажет, что это космонавты. Но рисункам в долине Валькамоника 5-10 тысяч лет. По нашим представлениям, в то время не могло быть космонавтов. Похожее изображение есть и в Гватемале, в местечке Эль-Пауль. Там я видел каменную стеллу, высотой около 2 метров 20 сантиметров. Я нашел их случайно в лесу. На этих стеллах изображены человекоподобные существа. На этом изображении в Эль-Пауль можно четко рассмотреть шлем. А впереди окно, через которое он смотрит, как если бы земной астронавт, находящийся в космическом костюме, смотрел через стекло шлема. И если заглянуть в глубже, то там можно рассмотреть лицо, глаза, нос. На спине существо, изображенное на стелле, несет нечто вроде емкости, кислородного баллона, очень похожего на те баллоны, которые находятся за плечами наших астронавтов. Но кроме этих статуэток и рисунков, есть ли более весомые доказательства, что в древности кто-то приземлялся на нашей планете? Недавно в горной системе Ант на территории Перу была найдена новая загадка для науки. Еще одна территория с гигантскими рисунками, которые видны только с большой высоты. Уединенная плата Пальпа исчерчена линиями, геометрическими фигурами и рисунками. Протяженность некоторых линий достигает 23 километров. И как они были нанесены, понять совершенно невозможно. Эта местность находится всего в 10 километрах от знаменитого плата Наска. Все в Наске так устроено, что полную картину можно увидеть только с воздуха. С земли вы ничего не увидите. Ни фигур, ни линий, ничего. Только с воздуха все открывается и возникает вопрос, что это собственно такое. До сих пор наука не продвинулась в объяснение этого феномена. На плату длиной в 50 километров и шириной около 7 нанесены разнообразные линии, геометрические фигуры и рисунки. Я летал над Наской в Перу. Мне казалось, что я нахожусь внутри компьютерной игры. Это самый впечатляющий пример. Абсолютная загадка, потому что точного объяснения, почему эти рисунки можно видеть только с воздуха, никто не знает. Линии около 13 тысяч, а рисунков около 30. Птицы, обезьяна, паук, цветы. Именно наличие здесь рисунков, вот этих удивительно красивых и огромных, как раз и заставляет думать, что это не случайно. Как же все эти рисунки нанесли древние жители Ант? Для создания таких гигантских изображений нужна серьезная вычислительная аппаратура. Сами линии, они выглядят как? Это просто тропинка такая, такая, до 300 метров они бывают шириной, если это торпецоиды. И там камни просто выброшены на боковинки. Такое ощущение, как бы пылесосом чем-то выдули, они вот сбоку все лежат. Поверхность слегка цементированная. То есть, если вы ее пробуете даже вот руками, она более плотная, как будто ее чем-то там обожгли. Немножко она как бы... Она, конечно, не такая, как камень твердый, но если сравнить с песком рядом, она в несколько раз плотнее тверже. Если рисунки животных в Наска теоретически могли быть созданы людьми, то насчет геометрических фигур это кажется весьма сомнительным. Дело в том, что перед любым рисунком идет непрерывная линия, образующая треугольник площадью 300 метров. Не прерываясь, линия идет дальше и несколько раз выполняет зигзаги, меняя направление. И только после этого она рисует контуры растений и животных. Причем пока рисуется этот зигзаг, линия плавно утоньшается. И только после вот этого выполнен рисунок дерева, который условно дерево называют. И уже после дерева этой тоненькой линии уходят обратно на какую-то площадку. Так вот длина вот этой всей линии с зигзагом 5 километров. Для чего делать это вручную? Причем можно себе представить, насколько это усложнять себе работу, если линию плавно утоньшать. И при этом делать, еще строить совершенно идеально правильный зигзаг прямоугольный. То есть это полный абсурд, если говорить о ручной работе. Глубина линий от 10 до 30 сантиметров. Ширина отдельных полос может достигать и 100, и 200 метров. В длину уже некоторые линии достигают 10 километров. Это неразможно проделать на земле, не видя всей картины в целом сверху. К тому же поверхность плата, на которой сделаны линии, неровная. Если эти фигуры идут по неровному рельефу, на снимках сверху они имеют идеально правильную конфигурацию. Тогда, как просто элементарно по закону, если бы это делалось на земле, они должны были уже искажаться. Потому что гипотенуза всегда длиннее катета. Но на снимках сверху всегда эти фигуры выглядят идеально правильными. Это, на мой взгляд, один из наиболее существенных аргументов. В пользу того, что это делалось каким-то энергетическим потоком и сверху. На краю плата находятся 6 параллельных линий. Они расширяются в сторону обрыва. Их изучение привело Аллу-Белоконь к еще одному поразительному открытию. Расстояние между линиями оказалось математически гармонично. Когда я их привела к общему, там, наименьшему общему кратному, оказалось, что они составляют арифметическую... Расстояние между вот этими 6 линиями составляет арифметическую прогрессию точную. То есть между ними расстояние соотносилось как к 4, к 5, к 6, к 7 и к 8. Это меня потрясло. Но кто и когда мог сделать такое? В этих местах нет дождей. Если осадки и выпадают, то невероятно редко и влага испаряется с раскаленной поверхности. Это идеальное место для сохранения изображений на тысячи лет. Ученые спорят насчет датировки рисунков Наска. Согласно официальной версии, эти линии были сделаны в первом тысячелетии нашей эры. Но не все с ней согласны. Цивилизации, которые жили уже после того, как линии возникли, им полторы тысячи лет, две тысячи лет возраст. Значит, заведомо эти линии намного древнее. И опять же, в легендах у аборигенов никаких историй про происхождение этих линий, про их функции нет. Только вот ощущение страха и, так сказать, абуированности. Нет, нет, мы туда ни за какие деньги не пойдем. Поэтому это древнее. Физик Евгений Файдыш много лет изучал традиции перуанских индейцев и их рассказы о линиях Платон-Наска. Он считает, что рисунки были сделаны задолго до местных жителей. А фольклор содержит удивительное поверье. Считается, что там можно встретить неких потусторонних существ. Их обычно называют инками, хотя, как бы, я думаю, это более древние какие-то существа. То есть такие гиганты, атлетически сложенные, типа воинов. Или жрецы такого же типа. И вот если человек такого встречает и смотрит ему в глаза, он быстро очень умирает. У него идет кровь из носа, из ушей и все. И насколько это сильное верование, в общем, считается, что это одна из причин, почему геоглифы не уничтожены. Потому что местные туда просто боятся. Швейцарский исследователь древних цивилизаций Эрих фон Деникен тоже посвятил много лет феномену Платон-Наска. Он считает, что тайна заключена вовсе не в рисунках и линиях. Обычно люди показывают фигуры пауков, обезьян и так далее. И делают вид, что в этом все и дело. Или показывают узкие линии, которые имеют ширину примерно один метр. Самая длинная из них 23 километра. Но то, что не показывают зрителю, то, что видно с воздуха, это громадные взлетно-посадочные полосы. А эти полосы самое главное. По мнению Эриха фон Деникена, в глубокой древности кто-то пользовался этим плато, как аэродромом или посадочной площадкой. И это может объяснить тайну параллельных расширяющихся линий. Я это так себе представляю. На орбите находился материнский космический корабль. Из него производились измерения. Например, им нужны ресурсы, минералы, руда, возможно, золото. Из корабля они видят месторождение. Это место необитаемо. Они понимают, что никому не навредят. И тогда они посылают машину-автомат, робота. Он приземляется на плато Наска. Он погружается все глубже и глубже. Вокруг летит песок и камни. Машина приземляется и начинает бурить. Производит измерения, какие ресурсы и минералы здесь есть. И после этого улетает. Остается линия. Трапецообразная линия широкой части ее находится в том месте, где робот приземлился. В том месте, где взлетал, она сужается. Климат сохранил следы приземления на тысяч лет. А люди затем внесли свои изменения. Возможно, за этим наблюдали два-три индейца. Два-три, не больше. Они испугались. Они ничего не поняли. Божественные колесницы исчезли. И сюда пришли индейцы. Они видят эти линии, ничего не понимают и начинают рассуждать. Боги сделали линию. Мы должны делать линии для богов. Боги сверху видят их. И люди начинают рисовать эти линии. Север, юг, восток, запад. По версии фон Деникина, индейцы чертили эти линии в надежде на то, что однажды боги спустятся к ним снова. Поскольку никто не прилетал, священники придумывали для богов все новые знаки. Так появились очень крупные рисунки животных. Все для того, чтобы боги заметили их с неба. Но технические специалисты не согласны, что люди могли нанести вручную хотя бы часть линии на плата Наска. Для всех изображений характерны два элемента. Спираль и кнутообразная фигура. Они встречаются в самых разных масштабах, но всегда замкнуты. По мнению ученых, это доказывает, что линии рисовались сверху и непрерывно. Но ведь никто не может запретить нам освоить, например, Венеру. По крайней мере, до сих пор не слышно, чтобы там кто-то жил. Вторая от Солнца планета – один из ярчайших объектов ночного неба Земли. Средневековые астрономы были уверены, что Венера – это райский уголок с богатой растительностью и реками, озерами и океанами. Поэтому первые аппараты, которые отправлялись к Венере в советское время, были рассчитаны на посадку на воду. Но данные, которые успели передать зонды, прежде чем венерианский климат их убил, шокировали советских ученых. Ее давление между, значит, 64-х атмосфер, то у нее есть очень хорошая плотная оболочка, которая насыщена различного родов пломб, в числе и соляной кислотой, и серной кислотой. Утренняя звезда оказалась настоящей преисподней. Давление тут в сотни раз превышает земное. Средняя температура почти 500 градусов по Цельсию. И атмосфера состоит из серной кислоты. Ни одно из известных живых существ не протянет там и секунды, говорят ученые. Сегодня Венера, несмотря на творящийся на ней ужас, состоит в списке интересных для колонизации планет. Предлагались разные варианты того, как превратить венерианский ад в рай. Слишком плотную атмосферу предлагали сбить массивным астероидам, а потом поселить на планете микроорганизмы, которые в буквальном смысле съедят кислоты. Но для начала нужно спрятать планету от палящего Солнца. Согласно одному из проектов терраформирования, Венеру предлагается превратить в Сатурн. Как это будет выглядеть наглядно, рисует автор идеи. Относительно Солнца вокруг Венеры запускается второобразное облако щебенки. Вот я его так вот изображу. Такое вот облако щебени. С характерным размером частиц порядка одного сантиметра. Если более мелкой пылью распространять, то с давлением солнечного света эту пыль унесет. А вот щебенка с такими характерами, она будет достаточно долго вокруг Венеры вращаться и затенять. Посмотрите, тень будет падать на Венеру. Каким образом эту щебенку, где ее взять материал? Материал это астероид. Понадобится всего лишь пара десятков лет, и Венера, находясь в тени, остынет. Рассыпанная по ее орбите щебенка со временем под воздействием гравитации выстроится в кольца. Венера станет похожа на Сатурн, а ее полюса откроются для солнечного тепла. Но обзавестись собственным зонтиком в случае с Венерой недостаточно. Есть другая, куда более сложная проблема. На Венере практически отсутствует магнитное поле. А что это? Это колоссальная уязвимость от солнечного излучения. Вот даже может оказаться, что все наши усилия явятся сизифовым трудом. Потому что хороший протуберанец вспышка на солнце и пойдет по той же самой схеме. Но, если мы закрутим Венеру в такое положение, как я вам говорил, раскрутим, что в результате получится? В результате этого получится, существует убедительная гипотеза, и она, скорее всего, верна, что внутреннее строение Венеры близко к земному, ядро металлическое. При закрутке появится у Венеры магнитное поле. Именно магнитное поле охраняет нашу планету от губительной космической солнечной радиации и не дает оторваться атмосфере. Только после того, как Венера обзаведется таким же невидимым щитом, ее можно будет заселять полезными микроорганизмами, которые очистят воздух от кислотных паров, заменив его кислородом. Осталось только создать такие нанобактерии, так как их в природе нет. Ну и надеяться, что нынешние хозяева, если таковые у Венеры имеются, будут не против новых соседей. Проблема еще и в том, что современным громоздким межпланетным кораблям, у которых очень быстро кончается топливо, необходим аэродром подскока. Стартовать как на Марс, так и на Венеру, конечно, удобнее всего с Луны. Именно там предлагается разместить перевалочный пункт. Малая сила притяжения облегчит старт огромных межпланетных кораблей. Но для того, чтобы построить на спутнике Земли стартовые площадки, нужно сначала создать там базы. О колониях, куда переедут жить земляне, речи не идет. Если и будут создаваться лунные базы, то только в научных целях. Праздное обитание на Луне – удовольствие дорогое и опасное. Если спрятать радиотелескоп на обратной стороне Луны. Почему так? Дело в том, что в радиодиапазоне Земля – очень шумный объект. Много очень радиостанций и всякого прочего, всяких наводок такого сорта. Слабые сигналы из космоса детектировать трудно. А на Луне, если спрятаться на обратной стороне, радиотелескоп мог бы дать качественно новую информацию о нашей Вселенной. Так что какие-то базы исследовательские там, конечно, нужны и они будут через какое-то время. Но что, если рассмотреть в качестве новых территорий небесные тела подальше? Один из возможных вариантов – спутники Юпитера, например, Европа. С Европой – это замерзший океан с ледяным панцирем, толщиной нескольких десятков километров, и запаса воды там больше, чем запаса воды на Земле. Очень интересный вариант. Очень интересный вариант. И тогда, когда Солнце превратится на вот это вот страшное чудовище в красного гиганта, вот как раз вот там, вот в районе Европы, могут быть достаточно благоприятные условия для того, чтобы там была жизнь. Американский аппарат «Галилей», пролетая рядом с Европой, зафиксировал под ее ледяной коркой странные движения. Словно там передвигались огромные морские животные. Но разве существа могут выжить в экстремально холодных условиях? В Баренцевом море есть места, где фиорды, где минус 20 градусов. По той причине, что там большая соленость, большая концентрация солей. А соли не замерзают при определенных концентрациях. Значит, оттуда, и там может быть, а там на глубине, самые, кстати, между прочим, активные биологические жизни рыб. Рыб различного рода водных животных. Самые активные в Баренцевом море как раз в этих местах. Значит, это могло способствовать, естественно, развитию и, вынужден, что ли, биологическому развитию биологической жизни. Жизнь под льдами Европы, если она есть, может оказаться разумной. Галилео зафиксировал не просто движения. Они сопровождались звуками, похожими на те, что издают земные дельфины. А в прессу вскоре просочилась информация о том, что во Флориде была организована лаборатория, где идут уникальные эксперименты. Запись загадочных сигналов с Европы давали прослушать земным дельфинам. А их ответы планировалось отправить снова к спутнику Европы. Результаты этого эксперимента засекречены. Но ряд ученых выдвигает фантастические гипотезы о том, что на Европе могут обитать разумные существа, похожие на земных дельфинов. А дельфиний язык может и вовсе быть универсальным космическим. Ведь если разумная жизнь существует в космосе, то кто сказал, что она обязательно должна быть похожа на нас, людей? Наверняка жизнь существует не только на белковой системе. Ну, с точки зрения просто общих законов физики, биологии, наверняка есть какие-то, но мы их не знаем. В 2012 году на весь мир прогремела новость. Человечество впервые шагнуло за пределы Солнечной системы. Спутник Voyager 1 вылетел в межзвездное пространство. На это ему понадобилось 36 лет. С момента запуска Voyager 1 технологии шагнули далеко вперед. Но все равно межзвездные, а уж тем более межгалактические полеты, это пока мечта. Выдвигаются разные смелые идеи о том, как заставить космический корабль лететь хотя бы со скоростью света. Предлагалось, к примеру, снадбить космолеты парусами, на которые будет проецироваться энергия, захваченная солнечными батареями, или приручить черную дыру и с ее помощью бороздить Вселенную. Идея, которая положена в основу черной дыры, говорит о том, что нужно спроектировать достаточно мощный лазер, который аккумулирует солнечную энергию и затем в заранее намеченном месте создает своим мощным пучком эту черную дыру. Свойство черных дыр заключается в том, что они постепенно испаряются. Это испарение, это излучение потом можно использовать для того, чтобы перевести космический летательный аппарат в движение, причем разогнать его до очень приличных околосветовых скоростей. Если взять эту планету Глиза 581G, здесь ее на более вероятный возраст 8 миллиардов лет, ну, можете себе представить, какой уровень цивилизации может быть, если цивилизация старше на 3 миллиарда лет. Это просто пропасть. В системе Глиза 581 5 лет назад был отправлен сигнал Земли. Адреса-то он достигнет только в 2029 году. О том, принял ли кто-то послание, мы узнаем еще спустя 20 лет, когда ответ братьев по разуму вернется к нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok